Так, друзья, всем привет! Рад приветствовать на своем канале. Сегодня у нас распаковочка, а потом, скорее всего, и тесты, выключателя Wi-Fi от компании Morning Group. Я вам дам ссылочку на выключатель, который я обозревал. А сейчас они прислали мне обзор Wi-Fi выключателя. Сейчас посмотрим, что такое у нас есть. Итак, вот такая вот коробка, в принципе, ничего лишнего здесь нету, как информация, то есть умный переключатель Wi-Fi, на три кнопочки я заказал, стандарт евро, цвет белый. Смотрим. Внутри у нас выключатель, два винтика и инструкция по подключению. Инструкция по подключению к приложению и инструкция подключения именно кабелей. Приложение то же самое, что и для умной розетки. Называется Smart Home. В принципе, потом я покажу подключение этого выключателя к нему. А сейчас, собственно, сам выключатель, как выглядит. Вот он, беленький такой. Три сенсорных кнопочки, стеклянная панель. Здесь евротип. Ну и по подключениям, то есть нейтраль и три линии подключаются. В принципе, рассчитана она, как и розеточка на 100 Вольт, 240 Вольт. Что здесь максимальная нагрузка? Какая у него? Меньше 80 Ватт. Ну, ток поддерживает тоже 10 Ампер. Стандарт Wi-Fi 2,4 ГГц. Ну, сделано вроде бы неплохо. Во всяком случае, стеклышко красивое. Из стены, конечно, будет немного выступать вот на такую вот толщину. На толщину стекла и на толщину пластика. Можно попробовать сейчас ее открыть. Здесь защелки должны как-то аккуратно сниматься. Либо надо взять отверточку. Так, я взял отверточки. В принципе, здесь есть прорезь. И аккуратно снимаем эту панель. Ну, сама стеклянная панель. В принципе, они заменяемые. Если это накроется, можно, по идее, другую взять. Внутри у нас здесь сразу видно Wi-Fi чип с сенсорной площадкой под кнопочки пружиностые. Планту, в принципе, можно тоже достать и разбирать. Внутри стоит ESP8266 модуль. Это, собственно, мозги этой розетки. Берем более тоненькую тверточку и попробуем открутить саму плату. Посмотреть, достанется она или нет. Кстати, под сенсорными кнопочками здесь светодиоды подсветки кнопок. То есть, темноте, они, по идее, должны светиться. Так, откручиваем три винтика. И пробуем аккуратно ее достать. Просто так не идет. Почти. Вот. Умную часть отделил от силовой части. Смотрите, вот она на панельках подключалась на пины. Так. ESP-шный модуль. И вот, собственно, силовая часть розетки. Ну, сделано так себе, но вроде бы нормально. Хотя, куда-где остатки флюса остались. Ну, сейчас соберем. Попробую собрать небольшой стендик и включить все это добро. Проверить, как оно работает с приложением и просто как обычный выключатель сенсорным. Итак, друзья. Собрал я стенд для проверки розетки. Единственное, я нашел три патрона, но, в принципе, не важно. Нашел два. Я их подключил временно здесь. Вот так вот. Разрыв фазы, там общая фаза и общая земля. Ну, так, конечно, делать нельзя, но для проверки, в принципе, можно. Ну, и здесь будет четвертая. Точнее, не четвертая, а третья лампочка, но у меня ее нет. Поэтому проверим пока на двух. Итак, выключатель соединяется с приложением Smart Life, как я уже говорил. В принципе, все то же самое. Нажимаем плюсик. Выбираем тип. Я здесь выбирал розетка. Находим ее. Подключаем. Ну, я ее уже подключил. Вот. У меня в списке появилась розетка. Мы ее нажимаем. И появляются наши три выключателя. То есть, в принципе, можно здесь подписать. Я потом подпишу там, допустим, кухня, ванна, туалет. Не важно. Как идите, так оно у вас и будет. Функции здесь. То есть, включить все розетки. Лампочки, точнее. И выключить все лампочки. И можно задавать таймер. На каждый выключатель можно задать свой таймер. Допустим, когда он должен включаться. В какое время. Там сколько раз. Раз в день. Или это будет происходить каждый день. В общем, смотрите. То есть, собственно, по приложению. Вот. Нажимаем кнопочку один. Два, допустим. Включается вторая лампочка. Выключаем. Нажимаем здесь один. Здесь она показывает зелененьким, что лампочка включена. Выключить можно здесь. Точно так же. Два включаем. Два выключаем. Ну, три мы можем включить. Но, естественно, ничего не подключено. Поэтому, ну. Но выключить мы тоже можем. То есть, можно работать нормально как просто выключателем, как сенсором. И можно через приложение, через телефон его включать и выключать. Вот такая вот вещь. В принципе, удобная. Потом, единственное. Лампочки здесь. Подсветка есть. Голубенькая. Но, так как слишком светло. Ее не видно. В принципе, я потом сделаю. После установки в темноте. Или просто в темноте. Потом сделаю. Покажу, как оно светится. Сейчас оно там голубеньким подсвечивается. Когда выключатель не активен. Он голубенький. Когда активен. Лампочка там тухнет. Вот. Ну. В общем. Вот такая вот вещь. В принципе, вещь стоящая. Цена. Ну, так себе. Хотя у нас таких устройств нет. И не стоит. Если есть, то это дороже. Всем спасибо за просмотр. Ставим лайки. Подписываемся. До новых встреч. Вот так вот светит в темноте. Установим. Выключатель. Когда все лампочки выключены. Нажимаем. Загорается красным. Вот так он работает. Вот так вот. До новых встреч. Уникальный.